Всем привет! Продолжаем рассматривать работу художников, скульпторов. Клод Мишель, известный как Кладион, был французским скульптором в стиле Рококо, особенно известен своими работами в Терракотте. Родился в Нансе в семье Анна Адам и Томаса Мишеля. Ничем не примечательного у скульптора в Лиле он провел первые годы своей жизни. В 1755 году приехал в Париж, поступил в мастерскую своего дяди по материнской линии Ламберта Сигисберта Адама, который был известным скульптором. Стал учеником Жан-Батиста Пегаля. В 1759 получил главный приз за скульптуру Королевской Академии. В 1762 отправился в Рим. Екатерина II приглашала его в Санкт-Петербург, но он отказался, вернулся в Париж. Его работы часто выставлялись в салоне. В 1782 году он женился на Катрин Флор, дочери скульптора Агустена Пажу, но впоследствии они разлетелись. Волнение, вызванное французской революцией, привело к Кладиона в 1792 году в Нансе, где он оставался до 1798 года. Его энергия тратилась на украшение домов. Я цитирую переводную Википедию. Среди работ Кладиона татуя Монте-Скея, умирающая Клеопатра Камин, который в настоящее время находится в музее Викторио и Альберто в Лондоне. Кладион умер в Париже в 1714 году, 29 марта, в возрасте 75 лет. Ну так, вкратце, о французском скульпторе стилера Коко, который особенно известен своими работами в Терракоте, Клоде Мишель, известном как Кладио. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»